The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. И, пожалуйста, плюсик в нашу секцию вопросов, если все хорошо, со звуком и с видео. Так, пошли плюсики, хорошо. Окей, супер. Сегодняшний вебинар приведет для вас. Иван Малышин, моя роль, как обычно, будет представитель Никиты Калина из компании Тервога, который, подготовив сегодняшний материал, будет вам демонстрировать. А тема сегодняшнего нашего вебинара будет посвящена созданию возможности запускать бизнес-процессы по своей сущности. Да, это одна из тем, которую сильно просили рассмотреть у нас в предыдущих темах. Собственно, сегодня мы ее попытаемся вам раскрыть. Так, что еще у нас по оргчасти? Значит, как обычно, по плану у нас полтора часа на вебинар. Посмотрим, вложимся, нет, но тему обязательно мы раскроем. Значит, будут также у нас остановки. Это значит, что вы пишете ваши вопросы в наш чат. Мы делаем паузу, смотрим, что у нас спрашивали, и стараемся дать на них ответы. Поэтому, как только возникает какая-то идея, сразу ее на нас спрашивайте. Не ждите времени, когда мы остановимся, потому что вам нужно еще будет именно вопросы описать. Это может, вы можете не успеть, мы уже можем двинуться дальше. И сразу упомяну, что общий чат у нас не включен, то есть вы не видите друг друга. Это сделано специально, и, конечно же, запись будет. А еще мне сейчас стоит сказать, что это еще раз коробка, внимательно, это не облако. И, конечно же, мы будем заранее использовать подготовленный код, набирать его было бы слишком долго. Покажем все пошагово, расскажем основную логику. И, конечно же, будет запись, статья по мотивам вебинара и исходный код. Вы это все сможете получить через недельку, где-то, наверное, после вебинара. Постараюсь уже это выложить и разместить. Ну что же, окей, оргчасть я завершил. И буду передавать слово Никите. Пока переключаюсь. Ребят, спасибо побольшое, что вы участвуете в наших вебинарах. Вижу знакомые лица, имена в чате, наши постоянные слушатели. Тематика далеко не простая. Круто видеть, что столько участников этим интересуется, и контент вам полезен. Так, Никита, я отдаю трансляцию. Должен прийти тебе запросик. Так, ну и всем привет. Привет. Если меня видно, скажите. Значит, экранчик, я уже вижу. Ну, отлично. Тогда давайте приступать. Значит, ну, если кто-то не был на предыдущем вебинаре, я немножко напомню и покажу, что мы реализовали свою сущность Bittrex24. Это торговые точки в разделе CRM, она у нас появилась. Сделали мы представление список, сделали мы карточку этой торговой точки, редактирование, ну и так далее. Также сделали привязку сделок к торговым точкам. Вот. Сегодня мы к этой сущности будем подключать бизнес-процессы, так скажем. Тут возникнет закономерный вопрос, зачем вообще подключать бизнес-процессы, если сущность наша, всю логику можно описать кодом. Ну, тут есть некоторые нюансы. Во-первых, может возникнуть ситуация, когда компании может потребоваться изменять логику обработки какого-либо вашего документа, вашей сущности, без привлечения программиста. Другой вариант, когда может потребоваться бизнес-процессы, если вы, допустим, выпускаете какое-то тиражное решение со своими сущностями, то поддержка бизнес-процессов, естественно, будет неоспоримым плюсом. Вот сегодня мы будем подключать к торговым точкам бизнес-процессы. Сейчас последовательно расскажу, как у нас все будет происходить. В результате получим что? Естественно, у нас будет конструктор шаблонов бизнес-процессов, будет управление бизнес-процессами из карточки торговой точки. Ну, я думаю, все эти интерфейсы вы уже видели в CRM. Мы их, в общем-то, будем повторять, использовать стандартные комплекты. Как-то так. Естественно, выполнение заданий в карточке сущности. Также у нас задания будут отображаться в разделе бизнес-процессов. Ну, когда дойдем, я покажу. И также реализуем запуск бизнес-процесса из списка торговых точек. Здесь, если вам видно, открыто контекстное меню в списке, и здесь есть пункт «Новый бизнес-процесс». Как мы все это будем делать? Ну, во-первых, нам придется реализовать понятие документ для интеграции с модулем бизнес-процессов. Мы сначала реализуем минимальную часть этого документа, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Ну, минимальную, там буквально несколько методов, и сразу перейдем к разработке, ну, не к разработке, а подключению конструктора шаблонов бизнес-процессов. Таким образом мы сможем сделать какой-то отладочный небольшой бизнес-процесс, на котором мы все будем дальше тестировать. Затем уже запуск бизнес-процессов и интерфейсы для пользователя, чтобы можно было из карточки запускать бизнес-процессы, смотреть журнал, выполнять задания, ну и так далее. Вот на понятии документ давайте остановимся чуть подробнее. Ну, как вы уже знаете, бизнес-процессы сами по себе, они не выполняются. Ну, в первую очередь надо сказать, что модуль бизнес-процессов, он является универсальным, и так предназначено, что он должен работать с разными сущностями. Вот как он может работать с разными сущностями. Документ – это и есть та точка интеграции с какими-либо сущностями, которые вы хотите к нему подключить. Здесь приводится небольшое такое определение – документы, тип документа, абстрактный для бизнес-процесса объекта. Вот в модуле бизнес-процессов, естественно, их физический смысл не определен. Вот путем определения этих документов в своем модуле мы можем подключить модуль бизнес-процессов к себе. Документ – это по счету все, что нужно, чтобы иметь возможность на уровне API запускать бизнес-процессы. Все остальное уже интерфейсы, которые мы с помощью стандартных компонентов будем делать. В принципе, мы посмотрим подробно все методы, которые нам потребуется реализовать. Так что, я думаю, давайте сразу перейдем к созданию документа. Итак, наш модуль Академиси Рамс Торс. Я создам пространство имен без проц. В нем создам класс StoreDocument. Естественно, нужно объявить класс с таким же названием. И этот класс должен реализовывать интерфейс из модуля бизнес-процессов. Он называется IBP Workflow Document. Так, минуту, я забыл еще namespace указать. Естественно, этот интерфейс потребует от нас реализовать вот такое вот количество методов. Но тут не стоит паниковать раньше времени, я про них про все расскажу. Нам их придется реализовать в той или иной степени. Прежде чем мы поговорим о некоторых нюансах, во-первых, есть один неприятный момент, скажу о нем сразу. Начнем с того, что конструктор бизнес-процессов и модуль самих бизнес-процессов – это два разных модуля. И есть некоторые ситуации, когда конструктор бизнес-процессов будет вызывать наш класс, обращаться к нему без подключения модуля бизнес-процессов. В общем, здесь нужно обязательно убедиться, что модуль бизнес-процессов подключен, поэтому используем класс Loader. И подключаем модуль без проц. Если модуль не подключился, то, естественно, класс нам определять не надо. Как-то так. Это раз. Во-вторых, вот этот интерфейс, он довольно старый, и случилось так, что некоторых методов в этом интерфейсе нет, которые требуются бизнес-процессу. В частности, отсутствует метод getDocumentType, его здесь нет. Без него не будут запускаться бизнес-процессы. Шаблоны будет можно создавать, а вот запускаться не будет. Поэтому давайте я сразу возьму заготовку, и сейчас я вам расскажу, как и какие методы мы реализовали. Так, вот он наш класс storeDocument. Вот как раз тот метод getDocumentType. Во-первых, в чем разница между типом документа и самим документом? Если мы вернемся мысленно во времена, когда модуль бизнес-процессов только создавался, в первую очередь он интегрировался с модулем инфоблоков. Так вот, под типом документа традиционно понимается сам инфоблок, а под документом понимается элемент инфоблока. У нас же разделения на тип документа и документ особенно не будет. У нас есть одна сущность – торговая точка, поэтому у нас будет один-единственный тип документа – торговая точка. Вот этот метод getDocumentType, он должен по конкретному документу определить, к какому типу документа он относится. Ну, естественно, у нас, поскольку один тип документа, мы возвращаем константу store. Так всегда и будет. Второй метод, который нам тоже обязательно нужно определить – getDocumentFields. В методе getDocumentFields мы будем описывать структуру нашего документа. Нужно в терминах бизнес-процессов описать все поля, которые есть у нашего документа. Ну, как вы помните, а если не помните, то узнаете. У нас торговая точка состоит всего лишь из четырех полей – ID, название, адрес и ответственность за эту торговую точку. Вот для каждого поля мы описываем ее название, как ее увидит пользователь в конструкторе бизнес-процессов. Описываем тип данных. Типы данных нужны для того, чтобы конструктор фильтровал поля, когда вы делаете какие-то подстановки. Например, если вам нужно указать ответственного где-то, указать, кто, допустим, будет выполнять задание. Конструктор бизнес-процессов, он отфильтровал вам все возможные поля по типу, и для ответственного из нашего списка полей выведет только вот это поле, потому что у него тип юзер стоит. Ну и так далее. Название и адрес у нас – строковые поля. Что еще важно? Editable и required. Editable означает, можно ли изменять значение этого поля. Но айдишник у нас, естественно, изменять нельзя. На что это влияет? Если помните, есть действие изменения документа. Вот те поля, которые можно изменять, они появятся как раз в параметрах этого действия. Ну и required, оно указывает, какие из этих полей являются обязательными. Там есть действие создания документа, вот это используется там. Четвертый метод, который нам нужно реализовать, ну, с одной и пятой. CanUserOperateDocument и CanUserOperateDocumentType. Эти методы занимаются тем, что проверяют права пользователя на какие-либо операции. Ну, из операции у нас на вход подаются константы вот этого класса. Ну, мы когда займемся полной реализацией этого класса, мы потом поподробнее на них посмотрим. И CanUserOperateDocumentType аналогично для документа и для типа документа. Может ли пользователь совершать какую-то операцию с типом документа. Сейчас для тестирования мы ставим везде true, потому что нам нужно запустить конструктор бизнес-процессов и увидеть, что у нас что-нибудь уже доработает. Вот, всего-навсего четыре метода, на этом мы пока остановимся. Никакие другие методы у меня не реализованы. Так, файлик я загружаю. И теперь давайте приступим к подключению конструктора бизнес-процессов. Ну, естественно, нам нужно интерфейсно сделать где-то переход к этому самому конструктору. Мы добавим вот сюда специальную кнопочку-шестеренку для настройки бизнес-процессов. Как мы это сделаем? Ну, опять же, у нас структура компонентов какая? У нас самый главный компонент называется Stores. Он является роутером всего раздела. Он вызывает какие-либо из остальных компонентов для карточки, для редактирования, для списка. Вот в этом самом компоненте Stores. Для начала мы заведем две страницы. Одна будет список шаблонов бизнес-процессов, вторая будет непосредственно конструктор. Таким образом реализуем управление бизнес-процессами. Так, ну, добавим в настройки ЧПУ две наши страницы. В принципе, компонент здесь простой. Все, что у нас меняется, это две строки в этом массиве. Ну, я сейчас возьму свою заготовку и мы посмотрим сразу. Вот, у нас появилось две новых страницы в настройках ЧПУ. BestProt Workflow Admin и BestProt Workflow Edit. Ну, соответственно, одна из них список, едет это сам конструктор. Дальше. Нам надо реализовать ссылку на переход к странице списка шаблонов бизнес-процессов. Это та самая шестеренка, которую я вначале сказал. Ее мы реализуем, настроив компонент CRM Interface Toolbar. Вот сейчас у нас в компоненте CRM Interface Toolbar выводится всего лишь одна кнопка. Это добавление новой торговой точки. Это вот эта вот кнопка. Вот она. Как мы добавим еще одну? Есть одна хитрая настройка. Сейчас я ее покажу. Во-первых, мы добавим вот такую вот кнопку, которая на самом деле кнопка. У нее стоит ключ New Bar True. Что это означает? Это означает, что все последующие кнопки, которые мы здесь опишем, они не будут выведены именно как кнопки. Вместо них появится вот эта самая шестеренка. При ее нажатии будет появляться выпадающее меню с теми пунктами, которые мы здесь укажем. Пункты, естественно, описываются похожим образом, как и кнопки. Единственное, что у них иконки нет. Так, ну для самой шестеренки этого достаточно. Давайте посмотрим, что она у нас появилась. Да, появилась. Вот у нас пункт меню настроить бизнес-процессы. Куда он будет идти? Здесь у нас, опять же, мы ссылку берем из настроек ЧПУ. Мы берем шаблон BP-лист. Вот он объявлен. То есть это ссылка на BP-проц-воркфлоу-админ. Здесь все очень просто. Давайте реализуем вот эти странички BP-проц-воркфлоу-админ и BP-проц-воркфлоу-едит. Ну, на самих страницах все точно так же, как и в прошлый раз. На прошлом вебинаре мы делали. В первую очередь вызывается компонент CRM-контрол-панел. Это верхнее меню раздела CRM. Выводится кнопка для возврата к списку торговых точек. И вот у нас самые главные два компонента. Main Interface Toolbar с кнопками добавления бизнес-процесса со статусами и последовательного бизнес-процесса. Ну и сам компонент списка бизнес-процессов. Так, что мы сюда передаем в эти компоненты? Ну, давайте посмотрим на список. Ну, первые три самые главные параметры. Идентификатор модуля, к которому привязана сущность. Класс документа. Ну и идентификатор типа документа. Ну, у нас, как мы помним, тип документа 1, торговая точка. Мы эту константу здесь называем. Важно еще что. Указать шаблон страницы редактирования. По этому шаблону компонент будет строить ссылки на редактирование шаблонов бизнес-процессов. Шаблон, естественно, мы указываем на нашу страницу, вот эту, едет. Что касается создания новых шаблонов бизнес-процессов. Куда ведут вот эти две кнопки. Здесь мы, опять-таки, берем настройки ЧПУ. То есть страница без проц-воркфлоу едет, ее адрес. В случае, если мы создаем последовательный бизнес-процесс, мы просто на нее переходим, но подставляем в качестве ID-шника бизнес-процесса, который нужно отредактировать, ноль. Ну, как вы помните, если, точнее, редактирование нулевого элемента в битрексе традиционно считается созданием нового элемента. Что касается бизнес-процессов со состояниями, то URL единственное, что мы добавляем, get-параметр, init равно state machine. Вот этот параметр подхватит наш конструктор и автоматически загрузит стартовый пустой шаблон для бизнес-процессов со статусами. Так, ну давайте посмотрим страничку списка шаблонов бизнес-процессов. Так, а что-то у нас переход не выполняется. Что-нибудь я, наверное, забыл загрузить. Мы сейчас все загрузим. Так, биспроц-воркфлой админ, класс PHP. А что-то не тот класс PHP, а я бы не туда скопировал. Все, понятно. Загружаем. Так, вот, да, мы перешли на страницу вот эту биспроц-воркфлой админ. Вот это у нас тулбар. Вот это вот все, это список шаблонов бизнес-процессов. Но поскольку их нет, нам выводится вот такое сообщение. Дальше. Теперь что касается страницы с конструктором. Страница с конструктором. Начало у нас традиционное, меню верхнего раздела. И вызываем компонент биспроц-воркфлоу-едит. Параметры у него первые три такие же, как и в предыдущем случае. Единственное, что добавляется. Мы передаем айдишник шаблона бизнеса, который мы будем редактировать. Если, опять же, сюда передаем ноль, это создание нового шаблона бизнес-процесса. Ну, если не ноль, то какой-то редактируем. И указываем два шаблона ссылок. Один на страницу, где располагается сам конструктор, другой на страницу списка шаблонов бизнес-процессов. Теперь, если мы нажмем создать последовательный бизнес-процесс, вот мы должны были перейти на страницу конструктора. Так, что у нас здесь поменялось? Наверняка не импортирован какой-нибудь класс. Давайте посмотрим. Вот сюда, да. FieldType. FieldType у нас является, точнее, находится в глобальном пространстве имен, не хватает ему слэша. Вот, у нас все открылось. Единственное, что не должно было на самом деле. Есть один важный момент. Когда вы первый раз откроете ваш конструктор бизнес-процессов, он вам скажет ошибку. Сейчас я покажу, какую. Вот, ошибка 404, документ не найден. У нас будет работать вот эта часть конструктора, мы сможем вытаскивать сюда какие-то действия, однако мы не сможем их настраивать и настраивать наш сам шаблон бизнес-процессов, то есть параметры не будут работать. В чем здесь дело? Бизнес-процесс, точнее, конструктор бизнес-процессов будет обращаться к специальным скриптам, по специальным адресам, которых просто у вас сейчас на данный момент нет. Зачем эти скрипты нужны, мы разбирать особенно не будем. Это, скорее, очень глубокое понимание модуля бизнес-процессов. Это одно из тех мест, где можно вмешаться в его работу. Я вам лишь скажу, как их правильно, эти скрипты, составить, и, в общем-то, вам останется лишь повторять. Что это за скрипты? Они должны располагаться в папке bitrix.admin. Это три файла, имена которых строятся следующим образом. Название вашего модуля – подчерк, безпроц, activity-settings, безпроц-селектор и безпроц-wf-settings. Файлы эти все однообразные, у них у всех определяются две константы – ID-шник модуля, которому принадлежит текущий документ, и сам класс документа. Дальше просто вызывается стандартный модуль бизнес-процессов. В каждом из трех файлов вызывается просто разный скрипт. Ну вот, один файл, второй файл, третий файл. Вот такие вещи вам придется создать, чтобы заработал конструктор бизнес-процессов. Когда мы их загрузили в bitrix.admin, у нас теперь должны заработать вот эти вот настройки, шаблоны бизнес-процессов, настройки действий и так далее. В принципе, этого достаточно, чтобы уже начать делать какие-то шаблоны бизнес-процессов. Давайте сделаем какой-нибудь небольшой шаблон бизнес-процесса, который мы будем использовать впоследствии для отладки. Я просто воспользуюсь действием уведомления пользователя и выведу название торговой точки. Правителем уведомления буду я сам. Получателем я тоже буду сам. Ну, напишем, что создана торговая точка. И выведем ее название. Так, кстати, у нас поля документа пустые. А почему так могло произойти? Языковых констант не хватает. Ну, как обычно. Так, сейчас я их скопирую. Они у меня уже заранее заготовлены. Так, смотрим. Да, вот они все появились. Так, ну, еще раз. Отправитель я сам. Получатель я тоже сам. Пишем, что создана торговая точка. И выводим ее название. Вот, кстати, вот эти вот поля, они как раз и берутся из нашего класса документа. Если вы их здесь видите, значит, вы их, скорее всего, правильно описали. Кстати, если вы выбираете пользователя, как я уже говорил, то среди полей документ у нас будет доступен только ответственный, потому что работает фильтрация по типам полей. Так, ну и все. В принципе, нам достаточно настроек шаблона. Назовем его тест. И пусть он у нас запускается автоматически при добавлении. Ну, естественно, если мы сейчас создадим торговую точку, он автоматически не запустится. Нам нужно это запрограммировать. Тем не менее, прежде чем запускать бизнес-процессы, нам нужно доработать наш класс документа. Что касается доработки класса документа. Давайте посмотрим на то, как я реализовал все оставшиеся методы. Сейчас я их вам подробно расскажу. Ну, во-первых, у нас появились два новых метода. GetComplexDocumentType и GetComplexDocumentId. Они, точнее, наличие их не требуется модулем бизнес-процессов. Я их завел для удобства, потому что впоследствии нам потребуется указать, допустим, при запуске бизнес-процесса, так называемые комплексные идентификаторы типа документа и самого документа. Про комплексные идентификаторы давайте я немножко отвлекусь и посмотрим на этот слайд. Опять-таки, модуль бизнес-процессов универсальный, может работать с документами разных модулей. Естественно, ему нужен какой-то способ эти документы различать, к какой к какому модулю относятся, с помощью какого класса обрабатывать. Поэтому применяются так называемые комплексные идентификаторы. На самом деле, точного названия у них нет. Я называю их комплексными, и, в принципе, такие термины встречаются в коде Bittrex. Как указано в этих определениях, комплексные идентификаторы являются кортежами из трех элементов. Они просто немножко разные в двух случаях. Для типа документа указывается код модуля, указывается полное квалифицированными классы документа, и указывается код типа документа. В языке PHP этот кортеж представлен с помощью массива последовательного из трех элементов. Пример вы видите на экране. Что касается идентификатора документа, то у нас первые два элемента кортежа остаются теми же самыми, а последний элемент у нас указывает ID-шник нашей сущности. Ну, в данном случае ID-шник торговой точки, например, 15. Вот такими идентификаторами будет оперировать модуль бизнес-процессов. Для быстрой их генерации я завел два вот таких вот метода. Ну, здесь, я думаю, должно быть все понятно. GetDocumentType у нас не изменился. Все так же возвращает одну константу store. Метод GetDocument. Что он делает? Как написано в комментарии, он должен вернуть значение полей документа по идентификатору. Идентификатор у нас, естественно, передается. Здесь может встречаться разные типы данных у идентификатора. На самом деле важно понимать, что тип данных у вот этого Document ID, он не фиксированный. Он будет ровно таким, каким вы будете его задавать. Например, в модуле CRM используются строковые идентификаторы. Сделка, например, имеет идентификатор deal, почерк и ее ID-шник. Но, опять же, это сделано для того, чтобы различать типы документов. Кстати, да, в CRM, вот, лид, сделка, контакты, компания и так далее, а это все считается типами документов. У нас тип документа один, поэтому мы будем использовать числовой идентификатор, просто сюда передавать ID-шник сущности. Ну, точнее, везде, где бы то ни было, где нам нужно указать ID-шник торговой точки, мы будем указывать его числом. Соответственно, и в эти методы все он будет приходить нам тоже числом. Этот метод что делает? Он из базы данных получает торговую точку с этим ID-шником, ее извлекает. И здесь есть важный момент. Бизнес-процесс хочет видеть от нас значение полей в своем формате. По большей части форматы будут совпадать, однако будут некоторые различия. В частности, поле ответственное и должно быть сформировано по-другому. У нас из базы данных приходит ID-шник ответственного. Для бизнес-процесса нужно указать строку, префикс user-подчерк и потом уже ID-шник нашего ответственного. Я вот завел два метода, convert-store to BP и convert-store from BP. Они, соответственно, делают преобразование между разными представлениями для базы данных и для бизнес-процессов. Важно понимать, что, точнее так, эти методы нам понадобятся в разных случаях. В некоторых случаях нам будет приходить неполный набор полей. Поэтому здесь у меня везде есть проверка, задано ли то поле, которое я сейчас хочу модифицировать. Если нет, то, естественно, мы делать ничего не будем, иначе можем испортить какие-нибудь данные. Метод getDocumentFills остался все тем же, не поменялся. Метод createDocument, он будет вызываться действием создания документа. Ну, здесь, естественно, у нас в базу данных записывается новая торговая точка. Данные этой торговой точки, опять же, приходят в формате, который использует бизнес-процесс. Мы его конвертируем в формат для базы данных с помощью функции, которую я только что сказал. Про это чуть позже. Возвращается этот метод должен ID-шник созданной записи. Метод updateDocument. Ну, тут, в принципе, тоже все понятно. Обновляет торговую точку в базе данных. Опять же, конвертация из одного формата другой. Метод deleteDocument. Естественно, удаляет из базы данных торговую точку. Что касается методов canUserOperateDocument и canUserOperateDocumentType. Здесь у нас все так же осталось return true. Почему так получилось? Потому что мы для нашей сущности торговой точки не реализовывали полноценную систему прав. У нас изначально все могут на данный момент создавать свои торговые точки, изменять любые торговые точки и так далее. Поэтому права мы не проверяем. Но, если вам потребуются эти права проверять, то что вам, во-первых, ожидать от входных параметров и что вы должны возвращать? Возвращать, естественно, true-false. Имеет ли пользователь право совершить какую-то операцию? А вот вопрос, какую. Для этого есть класс CBP CanUserOperateOperation. Здесь перечислены те операции, которые будут проверяться. Но проверяться будут не все. В методе CanUserOperateDocument проверяются все операции, кроме CreateWorkflow. То есть вот этой не будет, все остальные будут. Я думаю, по названиям понятно, что означают эти операции. Ну, чтение, запись документа, запуск бизнес-процесса и так далее. Соответственно, вы у своей системы прав каким-то образом спрашиваете, а может ли пользователь делать то-то, ну и возвращаете в зависимости от этого true-de-false. ID-шник пользователя, естественно, вам передается, ID-шник документа вам тоже передается. Что касается параметров, там лежат некоторые вспомогательные данные. В частности, Document States – это массив состояний бизнес-процесса данного документа. Там, по-моему, будут описаны все запущенные бизнес-процессы и в каком они состоянии. И Workflow ID – это тот бизнес-процесс, ID-шник того бизнес-процесса, который сейчас запрашивает проверку прав. Что касается метода CanUserOperateDocumentType, здесь все то же самое, за исключением операций, которые проверяют. Класс используется тот же. Единственное, чтобы проверяться, будут две операции – WriteDocument и CreateWorkflow. CreateWorkflow означает возможность создания шаблонов бизнес-процессов. То есть, если на CreateWorkflow вернуть true, то компонент, ну, точнее, редактор, конструктор бизнес-процессов вам не запустится у вас и выдаст ошибку. Далее, метод GetDocumentAdminPage. Этот метод нужен для того, чтобы выводить правильную ссылку на страницу сущности. Если вы помните, в заданиях бизнес-процессов, как правило, есть ссылка «Перейти к элементу». Вот эту ссылку мы генерируем здесь. Ну, мы еще посмотрим, когда дойдем до заданий. Естественно, вернуть мы должны просто путь к карточке документа. Несмотря на то, что метод называется GetDocumentAdminPage, ну, не стоит его трактовать прямо уж, что это в административной панели. Тут, опять-таки, это идет еще из инфоблоков. В первую очередь, бизнес-процессы интегрировались с инфоблоками. Там есть четкое разделение на административную часть управления инфоблоками, есть разделение административную и на публичную часть. Вот в публичной части, допустим, у нас выводятся новости, в административной части мы ими управляем. В нашем же случае никакого такого разделения нет. У нас управление торговыми точками выполняется из публички. Поэтому, когда вы реализуете этот метод, его стоит трактовать как вернуть ссылку на страницу управления, так скажем, этим документом. То есть не обязательно административную. Мы в данном случае будем использовать ссылку в публичной части, она из настроек модуля. В настройках модуля задан шаблон этой ссылки и просто подставляем сюда идишник нашей торговой точки. Методы get allowable user groups и get users from user group. Здесь нужно определять, так сказать, логические группы пользователей, которые имеют смысл в рамках документов, в рамках бизнес-процессов. Например, мы определяем такую логическую группу пользователей как автор. Ну, точнее, не автор, а ответственная она у нас на самом деле будет называться. Это группа из одного пользователя. В нее включен пользователь, который является ответственным за торговую точку. И также мы здесь выводим одну группу, группу администраторов. Вопрос, где эти группы появятся, зачем мы их выводим. В конструкторе бизнес-процессов, когда мы выбираем пользователя, допустим, здесь. Вот в этом месте будут появляться те группы, которые мы определим. Ну, давайте я сразу загружу этот файл. И вот мы увидели. Появился наш автор ответственный. И появилась группа администраторов. Второй метод get users from user group. Этот метод должен вернуть айдишники тех пользователей, которые создают в указанной группе. Идентификатор группы приходит в параметре групп у нас. Сюда могут прийти все группы, которые мы вернули в методе get allowable user groups. Ну, соответственно, если у нас запрашивают пользователей группы автор, мы идем в базу данных, берем нашу торговую, которую нам передали, и возвращаем айдишник ответственного. В противном случае мы берем и делаем... берем просто пользователей, которые относятся к группе с конкретным айдишником. Ну, естественно, мы удаляем префикс группы и по ней получаем пользователей. Впоследствии все эти пользователи опять-таки появятся в этом окне. То есть вот те группы, это из первого метода, пользователи у нас пришли из второго метода. В принципе, этого достаточно для того, чтобы уже иметь возможность работать с бизнес-процессами. Однако у нас осталось несколько методов, которые мы по тем или иным причинам не стали реализовывать. Но я сейчас кратко о них расскажу. Методы GetDocumentForHistory и RecoverDocumentForHistory. Что это за методы? Если вы когда-нибудь обрабатывали бизнес-процессы для инфоблоков, то, возможно, видели, что именно для инфоблоков доступно специальное действие сохранения в историю. Для чего оно используется? Используется для того, чтобы сохранить все данные сущности в какое-то некое хранилище условное истории и впоследствии иметь возможность из этого хранилища истории откатить документ до какого-то сохраненного состояния. Вот эти методы вызываются действием как раз сохранения истории. Единственное, что это действие доступно только в инфоблоках, поэтому, в принципе, реализовывать его, эти методы, не обязательно. Ну, тут все-таки у нас пример реализации данных, он очень простой. В первом случае мы просто берем все значения полей документа и возвращаем. В втором случае мы, опять же, конвертируем то, что мы сохранили. То, что мы вернули, оно нам сюда и придет в RecoverDocumentForHistory. Ну, впоследствии загружаем все это в базу данных. Если вам эта фича будет нужна, вам, скорее всего, придется разработать собственные действия сохранения в истории, использовать в службу истории документов, бизнес-процессов. Вот она как раз будет обращаться к этим методам. Методы PublishDocument, UnpublishDocument. Тут, опять же, надо вернуться к инфоблокам. Что вообще такое публикация и снятие с публикации? Ну, считается, что документ, опять же, существует где-то в административной части, существует где-то в публичной части. Вот, например, как с инфоблоками. У вас есть в админке инфоблок новости и есть список новостей в публичке. Вот, понятие опубликован, оно полностью реализовано в инфоблоках. И в зависимости от признака, опубликован он или снят с публикации, элемент инфоблока будет появляться в публичной части. Если вам нужна какая-то логика, связанная с публикацией документов, вам, возможно, стоит реализовать эти методы. Опять же, управление публикацией выполняется с помощью действий опубликовать документ, снять документ с публикации. То есть они в конструкторе бизнес-процессов доступны всегда, не только для бизнес-процессов, ой, не только для инфоблоков. Но мы оставили эти методы, можно сказать, нереализованными. Ну, тут мы по большей части следуем логике CRM. В CRM, например, понятия публикации и снятия с публикации сделки такого нет. И там эти методы точно так же нереализованы и возвращают false. То есть наша сущность не поддерживает публикацию и снятие с публикации. Следующие три методы. LockedDocument, UnlockedDocument и IsDocumentLocked. Вот тут немножко сложнее. Тут, если в соответствии с вашей задачей должно одновременно быть запущено несколько бизнес-процессов, и, опять же, по вашей задаче требуется, чтобы в разные периоды исполнения этих бизнес-процессов доступ к документу имел только один из всех запущенных бизнес-процессов, вы будете использовать действие блокировка документа. Оно также доступно в конструкторе для всех сущностей. Вот если вы собираетесь использовать эти блокировки, то вам придется реализовать вот эти методы. LockedDocument, Unlocked и IsDocumentLocked. Мы эти методы не реализуем, мы просто не поддерживаем блокировку. И тут надо... Да, метод у нас IsDocumentLocked всегда возвращает false. То есть документ у нас никогда не будет заблокированным. Если кто-то поставил даже действие блокировка документа, оно просто... Ну, выполнение пройдет через него, и ничего не получится. Если в этом методе вернуть true и не реализовать вот эти два метода, то бизнес-процесс зависнет на первом же вызове блокировки документа. Поэтому будьте осторожны с этим действием. Не стоит его использовать, если вы не реализовали эти методы. И у нас еще остался метод GetElawableOperations. Это, наверное, самое сложное из всех методов документа. Это касается отображения прав бизнес-процесса на права документа. Здесь мы углубляться не будем. И если помните, в настройках состояний в бизнес-процессах на статусах можно указывать, для каких операций, какие группы пользователей могут... Точнее, да, какие операции могут совершать какие группы пользователей. Вот здесь определяются вот эти операции. Если вы знаете, как работает, наверное, вы разберетесь. Но это отдельная большая тема, связанная с правами бизнес-процесса. Мы ее сейчас просто физически не можем никак сюда уместить. Возвращать надо идентификатор операции и ее название на текущем языке. Так, у нас на данный момент есть полностью реализованный документ. И, в принципе, это позволяет нам уже начать запускать бизнес-процессы. Никит, прежде чем запускать, у меня есть вопрос к аудитории. Ребят, вы там еще не уснули, вы с нами. Скажите, понятно, непонятно. Можно хотя бы плюсиками дать на обратную связь, чтобы вы еще понимаете и следите за мыслью. Плюсик, минусик. Если в следе сложно и нужно где-то, может быть, медленнее, подробнее, что-то еще. Си-минус. Вы совсем ничего не поняли. Что здесь? Что происходит? Плюсики. Все гуд, отлично. Аудитория еще наша не уснула. Да, мы на самом деле скоро перейдем к вопросам, как только сделаем запуск бизнес-процессов. Ну, начнем мы с автоматического запуска бизнес-процессов. Как мы это будем делать? Тут есть один нюанс, что касается автоматического запуска. Если вы создаете, в нашем случае, торговую точку через API, ну, например, вызываете там store table add через ORM, то бизнес-процесс автоматически запускаться не должен. Ну, такова логика битрикса. Бизнес-процесс должен запускаться тогда, когда торговую точку создает пользователь. Например, он ее создает из интерфейса редактирования. Поэтому запуск бизнес-процессов мы будем делать из компонента редактирования. Так, компонент редактирования у нас... У нас он какой? У нас он вот такой. То есть у нас было что? Главный метод execute.component что делает? Проверяет, если форма у нас отправлена, отправляет данные на сохранение. Вот этот метод process.save, он в зависимости... Он определяет, что ему делать. Обновлять существующие записи или создавать новую. Соответственно, это выполняет и возвращает нам ID-шник сохраненной записи. Либо возвращает false, если не удалось сохранить торговую точку. Вот в этом месте мы сейчас немножко все модифицируем. Модифицируем каким образом? Ну, в первую очередь у нас изменится метод process.save. У нас добавится выходной параметр. Параметр event-type. Event-type указывает... Сообщает нам, какое именно действие совершил метод process.save. Он обновил торговую точку или ее создал? То есть в данном случае, если он предпочитает обновление документа, он ставит нам обновление. Ну, в создании то же самое. Естественно, заведены константы event-updated, event-created в классе компонента вот этого. Дальше. В методе execute-component, где у нас была проверка на отправку формы. Опять же, вызывается метод process.save. Но на этот раз мы получаем вот этот event-type. Дальше заведен метод start.bp. То есть если сохранение прошло успешно, нам вернулся какой-то идентификатор не нулевой, точнее больше нуля. У нас вызывается метод start.bp. Сюда передается тип события и айдишник только что сохраненной торговой точки. Этот метод делает что? Опять-таки важно. Проверяйте, подключен ли модуль бизнес-процессов. Если модуль бизнес-процессов не подключен, это не значит, что сохранение торговой точки должно отвалиться. Может быть, этот модуль просто удалили за ненадобностью, а торговые точки раз нужны. То есть в данном случае мы проверяем. Если модуль этот не подключен, то мы просто не запускаем бизнес-процессы, но не прерываем сохранение. Что вот это такое? Это у нас в соответствии между нашими константами события создания и события обновления торговой точки. С ними сопоставляются аналогичные константы из модуля бизнес-процессов. Опять-таки сразу эти константы в методе process-save мы использовать не могли, потому что мы не были уверены, установлен ли у нас модуль бизнес-процессов. В общем, полагаться на них в тот момент было нельзя. Для самого запуска бизнес-процесса мы используем метод автостарт-воркфлоу с класса CBP-документ. И вот здесь уже включаются наши комплексные идентификаторы. Первый аргумент у нас – комплексный идентификатор типа документа. Ну, как вы помните, он возвращает у нас вот такой вот массивчик. Вторым аргументом мы передаем то событие, которое произошло – обновление или создание. В зависимости от этого будут запущены те шаблоны, у которых стоят соответствующие галочки. Но опять-таки мы помним, что в параметрах шаблона у нас вот есть две галки – запускать при добавлении и запускать при изменении. Вот этот метод сам отберет нужные шаблоны. Третий аргумент – айдишник комплексный нашего документа. Ну, то есть тот массив, который я ранее показывал. Вот этот параметр. Здесь у нас передаются параметры шаблона. Ну, параметры шаблона, если вы помните, это вот эти параметры запуска бизнес-процесса. Если бизнес-процесс содержит какие-то параметры, их по-хорошему надо передавать. Единственное, что у нас сейчас выполняется автоматический запуск бизнес-процесса. Мы не можем знать, какие шаблоны создаст пользователь, там ему параметры могут понадобиться. Естественно, мы здесь ничего указать не можем, поэтому передаем пустой массив. Ну и вообще хорошая практика говорить пользователю, что если бизнес-процесс должен запускаться сам, значит ему, скорее всего, параметров никаких и не нужно. Зачем его параметризовать? И последний аргумент у нас – это возвращаемый, точнее, выходной параметр список произошедших ошибок. Ну, список этих ошибок я просто возвращаю из метода StartBP, но я никаким образом эти ошибки не обрабатываю. У меня здесь просто метод вызывается. Вот, если вы будете реализовывать, вы ошибки обрабатываете. А я в целях демонстрации показываю просто запуск бизнес-процесса. В принципе, это все модификации, которые нам нужно сделать в компоненте редактирования. И теперь, если мы создадим такую точку новую, у нас должен запуститься бизнес-процесс. Ну, давайте попробуем создать. Так, ну да, если бизнес-процесс запустился, у нас вот появилось это уведомление уже из бизнес-процесса. То есть запуск произошел, все нормально, все хорошо. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, еще один маленький, но очень важный момент. Дело в том, что бизнес-процессы не должны существовать без документа. Если ваш документ удаляется по каким-то причинам, все бизнес-процессы должны быть остановлены по нему и удалены. Что касается удаления. Ну, в нашем случае, в торговых точках удаление возможно только из... Представление список. У нас вот здесь есть контекстное меню и меню удалить. Вот этот пункт меню удалить у нас обрабатывается компонентом stores list и обрабатывается он в методе process grid actions, насколько я помню. Вот, у нас сюда передаются айдишники тех торговых точек, которые надо удалить. То есть можно выбрать несколько. Так вот, перед тем, как удалить весь документ, нам нужно удалить сами бизнес-процессы. Как мы это будем делать? В первую очередь проверим, что модуль бизнес-процессов у нас подключается. Ну и вообще он установлен. Если модуль бизнес-процессов есть, то мы вызываем метод CBP document, он document delete. Сюда нам нужно передать только айдишник, комплексный айдишник торговой точки, которую мы удаляем. Соответственно, используем класс store document, где наши генераторы находятся, и передаем сюда айдишник торговой точки. Выходной параметр у нас есть список ошибок при удалении. Опять-таки, я их не буду здесь никак обрабатывать за недостатком времени, это уже останется вам в качестве домашней работы. И так, у нас как минимум есть один запущенный и завершенный бизнес-процесс по торговой точке тест. Если мы хотим его увидеть, в админке мы можем зайти в таблицу bbp workflow state. Вот мы его видим. Вот как раз вот эти три поля, это наш комплексный айдишник документа. Айдишник документа у нас 4, торговая точка у нас... Да, ее айдишник 4, то есть это она. Это бизнес-процесс, который уже завершен. Тот, который у нас был тестовый. Мы должны убедиться, что эти бизнес-процессы удаляются при удалении документа. Ну вот мы написали наш on-document-delete, удаляем нашу торговую точку и смотрим в эту таблицу. Да, бизнес-процессы сейчас. То есть все нормально, база данных у нас захламляться ими не будет. Вот. Дальше у нас что остается? Сейчас мы вопросами займемся. Дальше приступим к созданию интерфейсов для запуска бизнес-процессов, просмотра журнала и так далее. Так, Виктор спрашивает нас, есть ли две кнопки new bar в CRM interface buttons указать, будет ли две шестеренки? Нет, не будет. New bar учитывается один раз и после него все уходит в шестеренку. Александр Воробьев спрашивает, может ограничить вывод документов в список? Если я запрещу чтение документа, то он и в списках у этого пользователя не будет отображаться. Да, можно. Это как раз тот метод, который я не захотел комментировать за недостатком времени. Я его даже сейчас еще раз покажу. Вот. Get a lavable operations. Здесь вы как раз определяете ваши операции над документом, впоследствии в бизнес-процессе задаете, кто эти операции может совершать. Таким образом, права из бизнес-процесса как бы отображаются на ваш документ. И в зависимости от этого, вам нужно будет решать, выводить ли пользователю какой-либо документ. В том числе в списках, в детальном представлении и так далее. Где можно посмотреть предыдущие вебинары? А, уже отвечено. Зачем мы реализовывали методы записи и удаления документов? Этим же занимается созданная ранее функциональная работа с документами. Вот тут я вас не понял немножко. Вот эти методы, вообще говоря, они должны вызываться действиями создать документ, изменить документ, ну и так далее. Ну и опять же, у нас ведь помним, что любое действие может воспользоваться службой документов. Мы, в общем-то, не знаем, кому потребуется создание, удаление. Это, в общем-то, надо предусмотреть. Так, ну, наверное, пока что больше вопросов нет. Все, я по поводу ссылки, я сейчас посмотрю, вам отвечу. Вообще, ощутимо, вопросов поменьше. Ощущается, что тема посложнее, сходу, наверное, спросить что-то сложное. Наверное, не так много опыта. У меня еще будет просьба, а поделитесь, пожалуйста, тем, кто делал подобные штуки, да, хоть в меньшем объеме, но в принципе создавал возможность запускать процесс по своему объекту. Либо вы сделали, либо, может быть, вы где-то такое в проекте вообще видели. Поделитесь, это очень интересно. А мы пойдем дальше. Да, у нас на очереди интерфейсы в карточке торговой точки. Ну, для начала мы, как мы вообще будем делать? Делать будем по аналогии с CRM. Допустим, если мы зайдем в сделку и прокрутим вниз, то увидим вкладочку «Бизнес-процесс». Здесь вот вызывается специальный компонент. Он у нас показывает, во-первых, список запущенных бизнес-процессов. Ну, здесь ни одного не запущено. Возможность запустить новый, посмотреть журнал бизнес-процессов, удалить какие-либо бизнес-процессы, перейти к выполнению заданий. Вот то же самое мы будем делать в интерфейсе торговых точек. Сейчас у нас здесь всего лишь одна вкладка, это «Привязанные сделки». Будем делать вторую. Естественно, все это будет происходить в компоненте «Стор-шоу», который у нас показывает карточку торговой точки. Начнем, наверное, с класса компонента. Ну, во-первых, для того, чтобы вывести все эти интерфейсы, нам будет нужно вызвать ряд компонентов штатных. Может возникнуть вопрос, где вызывать эти компоненты в шаблоне или в самом классе нашего компонента «Карточки». Я принял решение вызывать их в компоненты «Карточки», потому что у них очень много связано всего с логикой, поэтому гораздо проще их вызвать здесь. Если необходимо каким-то образом поменять внешний вид того, что эти компоненты будут выдавать, вы можете всегда сделать параметры вашего внешнего компонента, в которых пользователь сможет указать шаблоны. Но чаще всего это не нужно, интерфейсы везде стандартные, поэтому вызывать будем в классе. Что касается вывода самой вкладки, давайте с нее и начнем. Сами вкладки у нас, во-первых, компонент «Серем интерфейс форм», в нем вот описываются вкладки. Первая вкладка – это просто все наши поля торговой точки. Вторая вкладка – это привязанные сделки. Ну, естественно, здесь мы и будем создавать новую. Может случиться так, что бизнес-процессы либо не установлены, либо никакие бизнес-процессы… Да, просто модуль бизнес-процессов не установлен, тогда эту вкладку, естественно, показывать не нужно. Поскольку у нас все компоненты, связанные с интерфейсом бизнес-процессов, вызываются в компоненте, мы из компонента просто в шаблон будем передавать готовую верстку, которую эти компоненты нам отдали. Здесь мы их просто будем, эту верстку, выводить во вкладке. Сделаем мы следующим образом. Во-первых, описание всех наших вкладок я вынес в переменную, вот они все. Если у нас из компонента пришел вот такой ключик без «Процтаб», то мы создаем новую вкладку с бизнес-процессами, ну и выводим ее в верстку. Используем тип поля в этой вкладке «Custom» и используем «Colspan True» для того, чтобы у нас была не двухколоночная таблица, типа слева название поля и значение, а просто одна ячейка, в которую мы полностью заполним версткой. Ну и, соответственно, все эти вкладки передаются в компонент. В принципе, здесь ничего особенного нет. Что касается класса. Вот с классом у нас произошло довольно много изменений. Но мы сейчас по порядку на них посмотрим. Появилось, сколько здесь, пять новых методов. Ну, начнем с самого, наверное, конца. Это безпроцтаб наш ключик, как он формируется. Вызывается метод getBesProtStabHTML. Вот этот метод. В этом методе у нас, точнее, он у нас является, так сказать, роутером этой вкладки. Можно сказать, что это как будто бы комплексный компонент. Ну, комплексный компонент нам здесь сделать по ряду причин невыгодно. Если никакие из этих условий не срабатывают, сейчас я расскажу, что это за условия, вызывается метод getWorkflowListHTML. Это как раз он у нас генерирует верстку для списка запущенных бизнес-процессов, ну и ссылки на все остальные представления. Этот метод делает что? Самое главное, он вызывает компонент безпроц-документ. Ну, естественно, с помощью функции буферизации весь его вывод сохраняется в строку. Первые три аргумента, точнее, три параметра, в принципе, вам всем должны быть понятны. ID-шник документа в данном случае передается просто числовой ID-шник торговой точки. Компонент уже сам сформирует внутри комплексные ID-шники. И несколько шаблонов урлов. Что касается этих шаблонов, наверное, чуть попозже мы посмотрим, когда дойдем по порядку. Ну и, в принципе, все. Давайте посмотрим, что у нас выводит этот компонент. У нас уже должна появиться вкладка, и, в общем-то, вот он, этот компонент у нас. Безпроц-документ. Отсюда можно перейти к запуску новых бизнес-процессов. Ну, давайте с запуска новых бизнес-процессов и начнем. Куда произойдет переход? Нам нужно указать какую-то ссылку. Параметр workflow start url этого компонента как раз принимает ссылку на страницу запуска бизнес-процессов. В странице запуска бизнес-процессов, кстати, здесь все вот эти урлы, они формируются относительно текущей страницы. Мы не используем какого-то особого чипу, здесь просто добавляются get-параметры ко всем урлам, и в зависимости от них мы уже как-то распределяем оппонент вызывать. Так вот, этот start url, каким образом он у нас формируется? Ну, во-первых, у нас берется текущий url, из него удаляются все параметры, которые могут использоваться при разрешении, так скажем, представления внутри вкладки, и здесь мы добавляем ключик безпроц.start.y. Ну, и вот такой урл сюда передается. Если у нас вызывается страница с этим параметром, безпроц.start, если он у нас равен y, то будет вызван вместо безпроц.document документ метод get-workflow-start.html. Здесь уже вызовется другой компонент, который называется безпроц.workflow-start. Параметры в целом все аналогичны, единственное, что здесь передает ID-шник шаблона, который нужно запустить. Вот этот параметр, вот этот компонент добавит сам. То есть он сгенерирует ссылки на запуск бизнес-процессов, то есть там будут перечислены шаблоны, они будут ссылками. Ну, я думаю, помните, когда мы нажимаем, запускается бизнес-процесс. Вот в этом параметре он как раз будет передавать, какой пользователь выбрал шаблон. То есть мы его просто берем из запроса и ему же передаем. Так, ну давайте посмотрим, как работает этот компонент. Если мы его запускаем, вот у нас перечислены те шаблоны бизнес-процессов, которые мы создали в конструкторе, которые здесь можно запустить. Ну, было бы два, было бы два. Если мы сюда нажмем, то этот бизнес-процесс у нас запустится, запуск совершит вот этот же компонент безпроц-воркфлоу-старт. Ну, давайте нажмем. Бизнес-процесс запустился, выполнился, и мы уже даже в компоненте безпроц-документ видим, что вот этот бизнес-процесс, вот он запускался, он завершен. И у нас появились ссылки на журнал этого бизнес-процесса и на удаление. Что касается удаления, то ссылку никак реализовывать не нужно. Компонент безпроц-документ, он сам занимается удалением бизнес-процессов, он сам для себя ссылку сгенерирует. То есть здесь ничего специального нет. А вот для журнала нужно вызывать отдельный компонент. Ну, во-первых, куда будет вести ссылка журнала? За это отвечает параметр компонента безпроц-документ, workflow, log, url. Сюда мы передаем шаблон ссылки. Шаблон у нас должен содержать вот такой вот решеткой ID-решеткой. Вот эта решетка ID-решетка компонентом безпроц-документ будет заменено на идентификатор бизнес-процесса, журнал которого нужно показать. Ну, естественно, у нас здесь будет, естественно, он будет присвоен параметру безпроц-лог. В зависимости от этого get-параметра, если он у нас задан, мы будем вызывать другой метод с другим компонентом. Компонент называется безпроц-лог. Аргументы здесь, в принципе, практически те же самые. Вот этот ID-шник, workflow ID, он как раз берется из значения вот этой переменной безпроц-лог. Ну и, в общем, да, больше здесь никаких особых параметров нет. Теперь, если мы перейдем по ссылке журнал, у нас запустится вот этот компонент безпроц-лог, и здесь будут перечислены все действия, которые были совершены в бизнес-процессе. Ну, действия уведомления пользователя никаких следов в логе не оставляет, поэтому тут мы ничего и не видим сейчас. И дальше у нас осталось еще один случай, это выполнение задания. Что касается выполнения заданий, тут давайте создадим еще один шаблон бизнес-процесса, чтобы потестировать это дело. Пусть у нас будет последовательный бизнес-процесс, назовем его, ну, сделаем что-нибудь простенькое, какое-нибудь утверждение, название торговой точки. Автоматически запускать мы его не будем, и сделаем у него еще и параметр. Заодно протестируем параметры. Параметр у нас будет ответственный. И будет означать, кто будет утверждать название. Тип пользователь, по умолчанию ничего задавать у него не станем. Сделаем действие. Запрос доп. информации. Заполнять будет тот сотрудник, который у нас указан в параметре шаблона ответственный. Название задания. Утверждение названия торговой точки. Проверьте название торговой точки. Если неправильное, исправьте. Ну и создадим наше поле, назовем его новое название, ну, или как утвержденное название. Тип строка, оно у нас будет обязательным. Ну и хорошо бы его по умолчанию заполнить тем, что сейчас находится в названии торговой точки. Поэтому в значение по умолчанию пишем вот такую подстановку. Так, утверждение названия есть. Ну и, наконец, если у нас название поменялось, его нужно сохранить в базу данных. Поэтому используем изменение документа. И название берем из переменной, которая появилась от предыдущего действия. Утвержденное название торговой точки. Ну и просто его сохраняем. По факту простенький бизнес-процесс, который просит нас в торговую точку переименовать. Так вот. Вернемся мы к нашей тестовой торговой точке 5. Нажмем запустить новый бизнес-процесс. Вот у нас появился наш шаблон. Вот этот компонент запуска бизнес-процесса, он помимо непосредственного запуска, он еще и выводит формы для заполнения параметров бизнес-процесса. Ну и констант, если это необходимо. В общем-то, вот, например. Мы создали один параметр. Нас просят его указать. Кто будет утверждать? Ну, допустим, буду делать это я. Нажимаем запустить. И вот теперь запускается наш бизнес-процесс. Видим, что бизнес-процесс сейчас не завершен. Он ожидает от нас дополнительной информации, потому что создалось задание. Можем посмотреть его журнал. В журнале тоже запись появилась. И что еще важно, в разделе бизнес-процессов у нас задание тоже появилось. Здесь для этого ничего программировать не нужно. Оно здесь появилось просто потому, что создано задание. Этим всем управляет модуль бизнес-процессов. Нам здесь делать ничего не нужно. Тем не менее, приступить к этому заданию мы уже можем вот здесь. Но мы же хотим реализовать возможность в том числе и вот здесь. Ну, я опять же следую примеру CRM. Если вы в сделках запускаете какой-то бизнес-процесс и нажимаете на эту ссылку, то задание открывается здесь. Ну, давайте реализуем то же самое. В любом случае, вам может потребоваться когда-нибудь вызов компонента для вывода задания. Будет пример. Так вот, вот эта ссылка к странице задания. Она генерируется по шаблону task-edit-url. Наш шаблон выглядит аналогично логу. Единственное, что здесь параметр безпроцесс-таск. И вместо ID-шника компонент безпроцесс-документ подставит ID-шник задания, которое надо выполнить. Соответственно, вот здесь, если у нас задан ID-шник названия, то вызываем вот этот метод, который у нас вызывает компонент безпроцесс-таск. В него мы просто передаем ID-шник на задания, которые надо выполнить. User ID можно указывать 0, тогда этот компонент возьмет, насколько я помню, текущего пользователя из объекта $USER глобального. В общем-то, для выполнения задания это достаточно. Если мы перейдем по этой ссылке, то наше задание откроется вот здесь. Здесь же его можно выполнить. То есть отправку формы задания этот компонент тоже самообработает. Ну, давайте у нас тестовая торговая точка на этот раз будет 10. Нажимаем сохранить. Там дальше запускается изменение документа. И видим, что наша торговая точка в базе данных уже переименовалась. То есть бизнес-процесс работает, задания работают. В принципе, все с этим очень даже неплохо. Так, у нас осталось на самом деле совсем чуть-чуть. Запуск бизнес-процесса из списка. Это последняя интерфейсная часть, которую нам надо реализовать. И на этом можно будет считать работу выполненной. Я думаю, давайте на этом прервемся на вопросы. В облачном, конечно, такой реализации. Ну, скорее всего, будет нельзя. В облачном вы можете использовать универсальные списки B3X24. К ним уже подключены бизнес-процессы. Но там для начала вообще в облаке нельзя создавать свои сущности. Так что... А если можно сделать свое приложение, которое существует в интерфейс доступа к некоторым объектам, и по ним получится сделать B3X24, наверное, тоже не очень получится, да? Нет, не получится. Я, по крайней мере, в документации я такого точно не видел. Вот возможность запускать бизнес-процессы есть, да. И, кстати говоря, что касается REST, у нас уже должна быть возможность запускать бизнес-процессы через REST. Ну, вот спрашивают нас снова, можно ли сделать вызов страниц редактирования карточки в поп-апе, так же, как сейчас это сделано в новой карточке CRM. К сожалению, на текущий момент нельзя. Друзья, надеемся, что будут внесены некоторые изменения в эту карточку, и ее станет возможно использовать не только для сущностей CRM. Новая сущность может ли использоваться в отчетах? Отчеты, по-моему, это отдельно надо подключать. Но тут смотря о каких отчетах. Насколько я помню, у каждой сущности есть отдельный раздел отчеты. То есть универсальных отчетов вроде бы как нет. Или вы спрашиваете про то, что она находится в разделе CRM, и будет ли она учитываться в отчетах CRM. Тогда ответ нет, но, по-моему, подключить это... Уточняю, что отчеты CRM, да. Так, ну и пока что все, я дошел до конца. Давайте перейдем к списку. Последнее, что у нас было запланировано, это запуск бизнес-процесса из вот этого контекстного меню. Здесь у нас стратегия будет другая. Мы будем использовать JS-библиотеку BP Starter. Ну и, естественно, мы это будем делать в компоненте списка. Сейчас я, в принципе, все расскажу. Компонент списка. В первую очередь, он у нас, кстати, довольно большой. Нам нужно знать, какие шаблоны бизнес-процессов есть, чтобы вывести соответствующие пункты меню. Ну, делать мы, я напомню, так же, как сейчас сделано в CRM. У меня здесь нет шаблонных бизнес-процессов, не покажу. Ну, ладно, увидите. В общем, будет у нас здесь пункт меню «Новый бизнес-процесс». У него будет дочернее меню «Список шаблонов бизнес-процессов». Нажимаем, он запускается. Вот, чтобы вывести эти пункты меню, нам, в первую очередь, надо получить список шаблонов бизнес-процессов, которые можно запустить. Это мы сделаем в классе компонента списка. И дальше мы их просто выкинем в шаблон. В шаблоне для каждого, точнее, в шаблон компонента. В шаблоне компонента для каждого шаблона бизнес-процесса мы сделаем нужный пункт меню. В классе у нас появится что? Появится всего лишь один новый метод и один ключик в R-Result. Вот мы смотрим «Execute Component». У нас R-Result. Вот мы выкидываем «Workflow Templates». Ну, получаем его с помощью метода «Get Workflow Templates». Вот он, он. Опять же, проверяем, если у нас модуль бизнес-процессов нам недоступен для использования, то возвращаем нул. Впоследствии в шаблоне компонента мы будем проверять. Если нам вообще сюда что-то пришло, тогда будем выводить. Если нет, значит, бизнес-процессами работать нельзя. И этот пункт меню мы вообще не выведем. Вот. Чтобы получить список шаблонов для текущего документа, мы используем метод «Get Workflow Templates for Document Type». Это класс CBP Document. Он принимает на вход. Ну, очевидно, что комплексный идентификатор типа документа. На выходе у нас будет массив. В принципе, его, наверное, даже можно было бы задампить. Но я это, наверное, сделаю не здесь. Давайте я в шаблоне вам покажу этот массив, что он нам возвращает. Просто сделаем вывод от результата. Вот они наши Workflow Templates. Вот они наши два шаблона. То есть каждый шаблон написан массивом, ну, с каким-то набором полей. Многие из них нам понадобятся. Как мы всем этим делом будем пользоваться? В самом шаблоне списка. В первую очередь мы с помощью CJS Core подключим нашу библиотеку BP Starter. Вот она, CJS Core Init BP Starter. Вот так оно называется. В этой библиотеке нам доступен класс Starter. Он находится в namespace BX Business. И у него есть метод Single Start, который мы будем вызывать. Но давайте обо всем по порядку. У нас как все происходит? Для каждой строки формируется... Вот у нас массив, который описывает одну строку в нашем гриде. Для каждой такой строки у нас собирается массив действий. Вот это место мы как раз и модифицируем. Вот у нас начинается этот массив действий. Стандартные действия просмотреть, изменить, удалить. Дальше, если у нас доступны какие-то шаблоны бизнес-процессов, проходимся по каждому из них и генерируем еще одну менюшку. Но сначала мы эту менюшку собираем в отдельный массив Start Workflow Actions, потому что это будет дочернее меню. Там будут точно такие же экшены, как и во всех предыдущих случаях. Ну, вот, пример описан. Главное, что мы напишем в One Click этого экшена. Как раз-таки вызов нашего беспрод-стартер-сингл-старт принимает на вход он два аргумента. Первый аргумент – параметры запуска нашего шаблона, запуска бизнес-процесса. И некую функцию callback, которая будет вызвана, когда запуск бизнес-процесса завершится. Ну, когда весь Ajax отработает. Метод, естественно, работает асинхронно. Параметры бизнес-процесса. Вот они, стартер парамс, мы их передаем в виде JSON, JavaScript объекта. Какие параметры надо указать? Все это очень похоже на то, что мы указывали в параметрах компонентов ранее. Первые три вам уже знакомы. ID-шник документа, ID-шник торговой точки, над которым мы будем запускать бизнес-процесс, для которой мы будем запускать бизнес-процесс. ID-шник шаблона мы берем, ну, мы проходимся по всем вот этим шаблонам, ну, и, соответственно, для каждого генерируем действие и берем ID-шник текущего шаблона. Его название и специальный флаг has-parameters. Он уже там будет, мы его нигде не генерируем. Вот в зависимости от этого флага has-parameters у нас будет появляться окно для ввода значений параметров шаблона бизнес-процесса. Вот у нас есть один параметризованный шаблон, который утверждение названия. Мы увидим, как работает вот этот флаг has-parameters. Что касается коллбека, мы вызываем метод перезагрузки грида нашего, нашей таблицы. Зачем это сделано? В нашем случае, в принципе, перезагружать грид не обязательно. Вот если вы посмотрите в CRM, то там есть такая колонка, она показывает, запущены ли сейчас процессы по данной, допустим, сделке. И, по-моему, она же является ссылкой на задание бизнес-процесса. Ну, тут я могу ошибаться, но, тем не менее, колонка такая точно есть. Так вот, чтобы состояние этой колонки обновить, ну, или вообще изменить что-либо после... Увидеть обновление после запуска бизнес-процесса, мы должны сделать перезагрузку гриду. У нас такой колонки нет, нам, в принципе, делать перезагрузку не обязательно. Но, в принципе, вам это может понадобиться. Так, вот мы собрали все наши действия в массив Start Workflow Actions, и мы их... Мы создаем действия запуск нового бизнес-процесса, и единственное, что мы его создаем точно так же, как и... Ну, мы его добавили Actions, естественно, сюда. Единственное, что мы вместо OnClick указываем меню, чтобы создать меню второго уровня, выпадающее. И у нас должен в этом случае появиться вот такая вот штука, новый бизнес-процесс. И вот у нас вот эта менюшка с тестом утверждения названия торговой точки. Но если мы нажмем сюда на тест, если мы помним has parameters у него false, то после нажатия видим, да, грид перезагрузился, и должно было прийти нам оповещение. Да, 16.25, вот оно появилось. Вот, если мы запустим бизнес-процесс утверждения названия торговой точки, то у него has parameters true, у него появляется вот такое вот всплывающее окно, где нас просят указать значение параметров. Ну, в принципе, все то же самое, что было с компонентом запуска бизнес-процесса, ну, только через JS и Ajax. Нажимаем запустить, бизнес-процесс запустился. Если мы сюда зайдем, он у нас, вот он, висит. Только что запущенный, можно пойти и что-нибудь сделать с ним. В принципе, это все, что нужно сделать для того, чтобы подключить бизнес-процессы к своей сущности. Можно сказать, что большая часть функций бизнес-процессов на текущий момент поддерживается торговыми точками, в том числе можно и бизнес-процессы на статусах создавать. Что у нас еще осталось? Небольшой такой, наверное, бонус-контент, так сказать, буквально на минутку. Если вы делаете какое-то, ну, не знаю, тиражное решение, или вы поставляете свою разработку клиенту в виде модуля, который должен установиться, у вас может возникнуть потребность установить какие-то стандартные шаблоны бизнес-процессов. Вот как это сделать? При установке вашего модуля вам придется вызвать метод import template у класса CBP workflow template loader. Ну, естественно, перед этим этот шаблон нужно будет разработать, экспортировать стандартными средствами, файлик bpt, по-моему, он называется. Затем вызвать этот метод. Дальше. Здесь у нас указывается ID-шник шаблона, вместо которого импортировать текущий. Если нужно импортировать как новый, указываем 0. Соответственно, здесь тип документа, здесь указываем, в каких случаях бизнес-процесс должен запускаться с этим шаблоном автоматически. Там есть, опять же, создание, изменение или и то, и другое. Название, описание вашего шаблона. Ну, и, соответственно, то, что экспортировалось, мы сюда передаем вот таким вот образом. В общем-то, и все. Единственное, что, какой здесь момент может быть, если вы поддерживаете несколько языков, логичным вопрос будет, как же сделать локализацию внутри шаблонов бизнес-процессов. Я видел такое решение, оно прямо из Bittrex, оно из модуля универсальных списков. Вам придется сделать несколько шаблонов бизнес-процессов, то есть для каждого языка свой, все их экспортировать, и в зависимости от нужного языка сюда подавать какой-то нужный вам файл. Ну, и, в принципе, я думаю, мы можем перейти к финальным ответам на вопросы. Я в конце подготовил вот такую вот памятку, пока я буду отвечать на вопросы, она у вас привисит. Не так много вопросов, на самом деле. Прям чувствуется, да, тема, верят, для очень многих, скорее, новая. Классно, что ее так подробно смогли рассказать. Можно ли в облаке через REST импортировать шаблон? Хороший вопрос. По-моему, я что-то такого не видел. Но я, к сожалению, не смогу вам ответить. Наверное, нужно посмотреть в документации REST, а если там нет, мы можем спросить у Сережи Вострикова. Вообще говоря, да. Ну, Андрей, понятно, что жаль, но мы же не справочники ходячие по REST. Ну, супер. Собственно, тогда спасибо всем большое за участие, раз вопросов больше нет. Никита, тебе большое спасибо за очередное очень подробное объяснение далеко не самых простых технологий в продукте. До новых встреч с участниками. Пишите сюда, пожалуйста, вот я поддержу включенную вебинар, еще минут пять, темы, которые вы еще хотели бы услышать. У нас есть ряд тем, которые вы уже говорили, мы спрашивали о них, но тем не менее, если еще есть какие-то сейчас сформулированные запросы, что хотелось бы узнать по космонизации коробки, пишите, пожалуйста. Вот я думаю, что мы еще в скором времени начнем цикл работы с облаком B24, посмотрим, что там есть интересного и востребованного по темам. Спасибо большое всем за участие. Сейчас от 30 минут, до 35 минут вебинар повисит еще запущенным. Всем до свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...